Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Алина Осокина. Я писатель, член Союза писателей России, заместитель председателя Совета молодых литераторов Ульяновской области. И сегодня я хочу презентовать сборник «Образ слова». Вот он, можно видеть его сборник. Он вышел совсем недавно, в августе, был презентован в Дворце книги. И также совсем недавно в Молодежном центре современного искусства открылась выставка иллюстраций к этому сборнику. Но об этом поговорим немного позже. Собственно, что это за сборник? В этом сборнике собраны 20 молодых поэтов и прозаиков, лауреатов и дипломантов конкурса премии «Первая роса». То есть сам конкурс «Первая роса» существует очень давно, больше 20 лет. Основал его Андрей Безденежных и после его экологического ухода продолжила его дело мама Лариса Михайловна Безденежных. И три года назад этот конкурс он получил статус премии, областной, премии, молодежной. И в этой премии стало три номинации проза, поэзии, ну и жанр. И каждому лауреату, то есть по одному лауреату в каждой номинации присуждалось 30 тысяч рублей. И вот последний год крайний была введена еще одна номинация, это гран-при, 50 тысяч рублей. И в итоге в этот сборник вошли лауреаты последних трех лет, то есть 10 человек лауреатов и 10 человек дипломантов этого года. Из этого самые разные ребята, здесь есть и довольно опытные авторы, и совсем молодые авторы, и вот с некоторыми из них мы сегодня познакомимся. И в первую очередь я бы хотела представить совсем юного автора, наверное, самого молодого автора этого сборника Викторию Шойко. Виктория, пожалуйста, расскажи нам о себе, о своем творчестве. Здравствуйте, меня зовут Виктория Шойко, мне 19 лет. Еще в школе, пожалуй, моим самым любимым предметом была литература, и, собственно, это и помогло мне приобщиться к литературному творчеству. Ну, сначала я писала простые четверостиши, а затем уже это перерастало в небольшие эссе, рассказы, и, по-видимому, вот это творчество, оно и повлияло на мое решение поступить в Ульяновский педагогический университет, где я сейчас и учусь на филолога. Педагогический университет — это особый мир, на мой взгляд, это взаимодействие, это прочная связь поколений, а на историко-филологическом факультете хороший, сильный преподавательский состав, то есть там профессионалы, которые в совершенстве владеют своим делом. Это та атмосфера и те знания, которые, несомненно, нужны мне, и которые понадобятся и позволят мне сегодня, я надеюсь, более плодотворно заниматься как литературной, так и научной деятельностью. Сегодня я пытаюсь писать в основном эссе и прозу, но увлекаюсь критикой, а также в большей степени интересной литературоведенье. Также иногда у меня получаются и стихи, как раз поэтому я позволю себе прочитать небольшое стихотворение. Я знаю то, что ничего не знаю, философы слова не понимая, обиженный невеждо возмущался, Сократ невозмутимым оставался. Кагитто Эргосон, Декарта Годы, кто мыслит, существует для природы, рациональность — вот знаменье века, а мысль — венец познания человека. Мыслители всегда в плену сомнения, не стоит заниматься повторением. Задам вопрос — нет на него ответа. Свой путь ищу, он есть по жизни где-то. Весь мир — туман, я ничего не знаю, и на пути порой иду по краю. Страницы жизни пишем наяву, я чувствую, я мыслю, я живу. Я, конечно, начинающий литератор и нахожусь в самом начале своего пути, но уже могу выделить для себя пять важных этапов, пять ступенек, которые помогли мне дальше продолжать путь, ступеньки моего движения и развития. Первая ступенька — это конкурс «Друзья по вдохновению». Вторая ступенька — это «Волжская пристань». Третья ступенька — это литературная студия ЛИК и Совет молодых литераторов Ульяновской области. Четвертая ступенька — это конкурс «Первая роса». И пятая ступенька — это сборник «Образ слова». Началось все с участия в конкурсе «Друзья по вдохновению», инициатором и несменным координатором которого была Татьяна Александровна Ихман. Очень больно, грустно и печально от того, что она вот уже почти как год покинула нас. Но именно благодаря участию в этом конкурсе появилась моя первая публикация в сбору киславного воздуха вдохновения и литературном журнале «Симбирск». Вслед за этим возникла «Волжская пристань». «Волжская пристань» — это Всероссийский фестиваль литературных журналов с участием редакторов, известных столичных, региональных журналов. И в процессе работы фестиваля происходило обсуждение творческих работ участников. И там были мастера, опытные литературоведы, которые в качестве напутствующего совета напомнили нам про одно стихотворение, которое написал еще совсем юный, но уже опытный, уже умный и талантливый Александр Сергеевич Пушкин. Это стихотворение, оно пророческое. В этом стихотворении он дает понять, что литературный путь совсем не простой, что литературный путь — это путь полной трудностей, разочарований и препятствий. И стихотворение называлось «Другую стихотворцу». И, пожалуй, процитирую несколько таких пророческих строк. «Не тот поэт, кто рифмы плесть умеет, и перьями скрипя бумаги не жалеет. Хорошие стихи не так легко писать». И так далее. Я хорошо понимаю эти мысли и не рассчитываю на легкие литературные успехи. Третий этап — это литературная студия ЛИК, где мы учимся анализировать, мыслить, обсуждаем тексты разных людей, тексты друг друга и пытаемся их объективно оценивать. Студия собрала много разных людей. Здесь уже и опытные мастера, опытные литераторы. Здесь и только те, кто делает свои первые шаги. Это своеобразная литературная кухня, где кипит такой творческий, литературный процесс. Все находятся в литературном взаимодействии. Конечно, я тоже разбирала произведения других авторов. Мои произведения досконально разобрали. На самом деле это очень увлекательный процесс. Конечно, бывает критика. Но, полагаю, этого бояться не нужно. И нужно принимать реальность. Потому что нужно прислушиваться к мнению других. И если участники делают какие-то критические замечания, критические свои заметки, то делают это в очень мягкой, тактичной форме. И не стоит огорчаться. Не стоит понимать все близко к сердцу. Можно рассказать о следующей ступени. Тоже очень важная ступень. Это конкурс «Первая роса». Узнав о нем, все обдумав, я решила сразу попробовать свои силы. И отправила туда эссе, которое связано с анализом повести Николая Васильевича Гоголя «Шинель». И мне было очень приятно, что его отметили дипломом в номинации «Ной жанр». Вообще, «Первая роса» — это очень уникальный шанс для молодых литераторов. И я считаю, что в нем необходимо участвовать, потому что каждый может быть услышан. Пятый. И вот совсем недавно наступил еще один очень важный для меня пятый этап. Это выпуск сборника «Продолжение молодых литераторов Ульяновской области. Образ слова». Там собраны работы также лауреатов и дипломантов этого конкурса за три года. В сборник вошел мой небольшой рассказ «Неизвестный памятник», посвященный Антону Павловичу Чехову, в котором я попыталась отдать дань уважения и памяти, великому классику и отметить проблему, которая возникла в последние годы — это ослабление духовной связи между человеком, между людьми и великой русской литературой. Вообще, очевидно, что каждый человек, который хочет заниматься сочинительством, литературным творчеством, пытается отразить в своих работах то, что его волнует. Волнует больше всего и на данный момент. Полагаю, что писатели русской классики, они пытались, наоборот, раскрыть духовный мир человека и способствовать тому, чтобы человек стал лучше, то есть, чтобы лучше человеческие начала могли найти отражение в каждом человеке, чтобы человек стал как раз лучше и добрее. Думаю, что и современная литература, она должна придерживаться этой тенденции, она тоже должна продолжить эту традицию, потому что современный мир — это мир технологий, это мир прогресса, неопределенности, и литература, она может стать хорошим проводником и помощником думающему человеку. Я благодарна предоставленной мне возможности, и в завершении позвольте прочитать небольшой рассказ, как раз опубликованный в сборнике «Образ слова». Неизвестный памятник. В дальней стороне, в лесной глуши, затерялось небольшое селение. Что это было за селение, сказать трудно. Может быть, большая деревня, может, небольшой поселок, а, возможно, даже и крошечный городок. Жили там люди незатейливо и неторопливо. Каждый день с утра до вечера выполняли привычную работу. Кто косил траву, кто выпекал хлеб, а кто-то занимался хозяйством, копался в огороде, латал крышу, укреплял покосившуюся изгородь. Но лишь наступал вечер, которого жители ждали с завидным нетерпением. Улицы селения мгновенно пустели, и только иногда, нарушая сонную тишину, пошатываясь, брел куда-то подвыпивший мужичок, сопровождаемый ленивым лаем собак. Именно в это время в каждом доме открывалось светящееся окно в далекий, невиданный мир. И жители, позабыв обо всем на свете, самозабвенно предавались любимому занятию. Неотрывно вглядываясь в экран телевизора, они до глубокой ночи с неподдельным интересом смотрели все подряд. Скучные сериалы, ужасные детективы и скандальные шоу, прерываемые бесконечной рекламой. В этот момент жизнь казалась им прекрасной и удивительной. И долго еще потом они живо обсуждали любовные похождения телевизионных героев или рецепт приготовления экзотического блюда авокадо. Хотя, следует признать, это самое загадочное авокадо, никто из них никогда и в глаза не видывал. Местность эта, хотя и была далекой провинциальной глубинкой, но считалась довольно культурной. С детства было много киосков, ларьков, магазинчиков, которые жители любовно называли супермаркетами. Кое-где на улицах виднелись мусорные урны. Самый центр селения занималась асфальтированная площадь с небольшим, окрашенным в желтый цвет ограждением и клумбой, в центре которой в деревянной катке стояла развесистая пальма. Архитектурный ансамбль площади завершал довольно внушительный памятник неизвестному человеку. А рядом с площадью приютилось также неприметное здание библиотеки. Когда редкие туристы, случайно попавшие в эту местность, пытались выяснить, кому поставлен этот памятник, то получали довольно противоречивые ответы от жителей, глубоко убежденных в своих познаниях. Ученый-врач здесь бывал, большой чудак, как-то взял и засадил все деревьями, вырастил вишневый сад. Помнится, зима была лютая, морозная, пришлось вырубить деревья на дрова. Теперь площадь на этом самом месте. Знаменитейший был человек, строгий, но справедливый. Думаю, сами догадались, кто таков. Правда, недолго у нас пробыл, уехал важные дела решать. Вот только фамилию его запамятовал. Раньше помнил, а теперь напряж забыл. Вроде что-то лошадиное. Очень известный путешественник к нам однажды приезжал. Кажется, он всю землю пешком обогнул. Говорят, даже на каком-то острове Сахалин побывал. А санистый такой, статный. То ли толстый был, то ли тонкий. Точно сказать нельзя. Простой, ничванливый мужик. Дяди Ивана его звали. Говорят, был очень образованный человек. Прочитал тысячу толстых книг. Вот и библиотека у площади, это его рук дело. Как-то заходя туда, книг полно. А нужной, как, например, капусту, захвастили тараканов из дома вытравить. Таких там и в помине нет. Однажды неожиданная новость вполнееносно принеслась в поселение, что привело его жителям в необычайное возбуждение и даже оторвало от привычных телевизионных просмотров. Прямо на центральной площади, рядом с памятником, открылся большой универсальный магазин со сверкающими витринами, плавным экскалатором и не к месту улыбающимся продавцами. Красочная надпись на фронтоне магазина «Мы открылись!», обрамленная разноцветными воздушными шариками, явно пришлась жителям по душе. Сколько шума, неподдельной радости и даже восторга заставило им это открыть. В назначенное время, заполнив площадь, народу явилось видимо-невидимо. Некоторые задолго до открытия часами простаивали длинные, нетерпеливые очереди только для того, чтобы хотя бы на миг прикоснуться к этому манящему миру заморских товаров. С появлением магазина площадь, казалось, ожила, и вряд ли кто-то вспоминал, что совсем близко, рядом с неизвестным памятником, с незапамятных времен, сохранилась старая библиотека. Внутри обетшалово здания, на покрасившихся деревянных стеллажах, бережно хранились старинные книги, с пожелтевшими от времени выцветшими страницами. Изредка попадались новые издания модных авторов в соблазнительных глянцевых обложках. Гордостью библиотеки был старинный шкаф, за стеклами которого на полках стояли особенно редкие сочинения великих классиков Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Грибоедова, Есенина, Бунина, Достоевского, Тургинева и, конечно же, Чехова. Это сокровище было настолько близко, что стоило только протянуть руку, как открывался удивительный духовный мир, наполненный жизненным светом искренних чувств. До позднего вечера шумная магазинная очередь будоражила площадь, а в это же самое время торжественную тишину библиотечного зала нарушал только тихий шелест страниц одинокого читателя, который из запыленного окна мог наблюдать, как оживленные радостно выходили жители, сгибаясь под тяжестью безразмерных свертков и необъятных коробок. Ближе к ночи площадь начинала пустеть. Фигура неизвестного человека, стоящего на постаменте памятника, через тонкую оправу пенсне с грустью наблюдала за мерцающим, одиноким лучом света, который настойчиво вырывался из окна старой библиотеки, словно пытаясь разогнать сгустившись над площадью ночную мглу. Если приглядеться, то среди беспросветной темноты можно было заметить, что у подножья памятника лежит букет полевых цветов. Кто знает, возможно, каждый вечер свежие цветы, как знак глубокой признательности и уважения, приносил тот единственный верный читатель. И в этом нет ничего удивительного, если не считать, что название этого селения было Чехово. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, Вика. Самые преданные читатели журнала «Симбирск» знают, что рассказ Вики «Незвестный памятник» уже был опубликован в журнале в прошлом году по итогам конкурса, посвященного Антону Павловичу Чехову. Вика, я тебе желаю удачи и в учебе, и в творчестве. Надеюсь, что публикация в сборнике «Образ слова» станет для тебя прекрасным трамплином, и твоя творческая жизнь, она будет интересной, и ты будешь развиваться как автор, как мулицист, как критик. Всего тебе хорошего. Да, большое спасибо. Настоящей изюминкой сборника «Образ слова», конечно же, стали иллюстрации от молодых художников, членов творческого объединения «Ежики-художники». Мы давно уже сотрудничаем с этим объединением, с молодыми художниками и с их руководителем Антоном Александровичем Лазаревым. Антон, расскажи нам, пожалуйста, о своем объединении, о своих подопечных, учениках и о том, как создавались иллюстрации к сборнику. Здравствуйте. Про себя хочу сказать. Я, в первую очередь, не столько художник, сколько педагог. Возглавляю творческое объединение «Ежики-художники» с таким забавным названием, куда входят учащиеся детской школы искусств номер 7, где я непосредственно и преподаю. И различные творчески активные люди города Ульяновской области. Сотрудничать с молодыми литераторами мы стали давно. И первым нашим проектом, когда мы их пригласили, стали, как экспертов мы их пригласили, на наш конкурс-выставку «Зарисовка русского путешественника». Наверное, мы их чем-то восхитили, что следующее приглашение получили мы. И когда вот это приглашение поступило, мы, конечно, очень сильно волновались, потому что учащиеся у нас довольно-таки мастеровитые, но в то же время являются еще и детьми, подростками. Вот. И для нас, для меня, как руководителя, стало это удивительно. Дети подошли очень внимательно к созданию иллюстраций, вчитывались в произведения, старались передать ту неповторимую атмосферу этого литературного произведения. Хотя средств для воплощения этих иллюстраций у них было минимум, потому что сборник подразумевался как черно-белое издание, и все иллюстрации выполнялись в такой очень графичной технике, чтобы эффектно смотреться и не только в живую, но и при печати. Вот. Как я уже сказал, на тот момент наши юные художники были еще школьниками, когда иллюстрировались. Но вот за прошедшее лето некоторые из них уже поступили, и уже вот один из участников сборника, Назмедин Фельдан, уже является студентом акварели изящных искусств города Москва. Вот. Для остальных участников это, конечно, непосредственно такой толчок в творчестве, потому что у художников, особенно вот художников, идет с литературой, творчеством всегда рука об руку. Вот. К тому же Вельдану на вступительных экзаменах предстояло нарисовать иллюстрацию к литературному произведению. Ему попалась «Капитанская дочка», тоже в черно-белой графике. Возможно, участие в этом проекте чем-то ему помогло и подсобило. Вот. Всегда интересно сотрудничать. Какие-то вот такие проекты порой необычные решения получаются, потому что в жизни художника выставки, они проходящие. Это непосредственно участие, как создание картины, ее экспонирование, создание картины, экспонирование. А вот участие в печатном издании для многих детей, для меня лично, это шанс запечатлеть на долгий промежуток времени вот это творчество, вот это искусство, вот эту среду, которая в данный момент у них получилась, тот уровень которого они достигли. Ну, я напомню, Антон, что не первый раз мы сотрудничаем. Самый первый проект – это были открытки, которые были посвящены врачам, которые работали в красной зоне, это было в эпоху пандемии. Тогда, когда было совмещение открыток, которые рисовали, ну, или присутствуют, которые рисовали дети в вашей студии, и стихов наших авторов. Да, это вот, наверное, первый наш опыт, когда соединили литературу и рисунки детской школы, когда мы приняли участие во всероссийской акции «Спасибо врачам», и тоже интересный опыт был и для детей, и для участников, кто вошел в создание этих открыток. Ну, интересно получилось. Вот такие сотрудничества, я надеюсь, в дальнейшем у нас продолжатся, появятся новые проекты, новые возможности реализовать, такой синтез литературы и живописи для рисования. Расскажи, пожалуйста, подробнее, давно ли существует ваше творческое объединение, и вот с чем оно отличается, например, от просто каких-то других школ искусств? Ну, как я уже сказал, то есть идея творческого объединения возникла в сферу того, что основной состав творческого объединения – это являются учащие детской школы искусств, номер 7 города Ульянска. Ну, и туда входят педагоги, входят у нас участники акции серебряного возраста, которые, ну, в той или иной мере не являются учащимися школы. И возникла идея создать вот какую-то такую промежуточную среду, которую можно использовать для создания выставок, для участия в различных проектах. Так и возникла идея его творческого объединения. Меня все спрашивают, почему ежики? Я говорю, не знаю, вот как-то вот так получилось, сложилось, и, видимо, не промахнулись, потому что он, на самом деле, такой зверек, который всегда в делах, всегда что-то делает, и стал талисманом нашего объединения. И, на самом деле, проектов мы много реализуем, вот, в том числе и данный сборник. Расскажи подробнее все-таки о юных художниках. Все ли они станут в дальнейшем профессиональными, собираются становиться профессиональными художниками, или кто-то же все-таки выбрал другую стезю? Для них вот этот сборник стал некоторым этапом творческим. Ну, да, хочу сказать, в сборник вошло 12 иллюстраций и одна иллюстрация обложки для сборника. Поделили все по-честному, то есть, как руководитель, чтобы подать пример детям, я тоже взялся за иллюстрирование некоторых произведений. И каждый из наших юных художников иллюстрировал по два произведения. Старалась подбирать, чтобы проза или стихи, вот, чтобы был опыт работы с различными текстами, с различными образами. Всего получилось участников пять. Мальчики, как я сказала, уже вот в этом году закончили школу и начали поступать. Кто-то непосредственно в дальнейшем не видит себя вне среды изобретения искусства, но, тем не менее, некоторые из них все равно как бы ищут себя, продолжается поиск. Так у нас один из участников пошел учиться в Ульяновский авиационный университет на диспетчера. Следующий юноша у нас ищет себя на пути химика, и, возможно, я всегда подшучиваю над ним. Живопись и химию вполне можно совместить, и, может быть, он будет в дальнейшем комбинировать новые варианты красок и новых художественных материалов, а девочки сейчас продолжают у нас учиться и готовятся к поступлению. Пока они в дальнейшем планируют свое поступление на поприще дизайна или живописных. Назови имена художников. Ну, если перечислять, это у нас Назмединов Вильдан, Митин Влад, Кузнецов Дмитрий, Богатова Катя и Дьякова Велина. Вот такие у нас юные дарования. А что, вот себе как художнику, что сложнее иллюстрировать? Стихи или прозы? Вот как ни странно, я говорил, что старались поделить, но некоторые из участников им было очень сложно иллюстрировать стихи, потому что это образное впечатление. Там нет где-то конкретной формы, нет конкретного персонажа, его надо додумать. И это, конечно, возникли какие-то трудности у некоторых возникли. В то же время литературные произведения, рассказы трактуют непосредственно. То есть там цепь событий, которые надо уместить в одной маленькой иллюстрации. Это тоже непосредственно у некоторых возникло трудности. Но все, весь путь пройден. Я иллюстрациями, как руководитель, тоже остался очень доволен, потому что, ну, неожиданно высокий уровень. Показали учащиеся. Неплохой. По итогам этого у нас получился замечательный сборник, красивая презентация сборников в Дворце книги. На данный момент была выставка в Молодежном центре современного искусства, которая вошла в Ассамблею Пластовской осени среди мероприятий. Я считаю, это очень такой высокий уровень, показатель уровня нашей школы, наших учащихся, нашего объединения. Антон, у тебя не первый опыт иллюстрации, ты еще работал со сборником Верлибра, с какими-то другими изданиями. А вот чем, как ты думаешь, сборник «Образ слова» отличается от остальных изданий, которые ты иллюстрировал? Вот тут реверанс в сторону молодых литераторов я должен сделать, потому что, работая с этим сборником, мне тоже как руководитель, работая с каждым из художников непосредственно, приходилось тоже перечитывать произведения, вникать в суть того, что ребенок воплощает в произведения. И проникся, конечно, очень теплыми произведениями, очень душевно. Вся атмосфера сборника, когда меня попросили сделать еще и обложку, вот такой вот образ слова, мне показалось очень душевным, очень личным где-то в какой-то момент все произведения. И это, конечно, отличает вот этот конкурс от других. Спасибо. Я еще хотела уточнить, что сборник ваш юный поэт Влада Митрофанова, который является еще и молодым архитектором, и ученицей тоже Антона Александровича. Ну да, наше творческое видение, как я сказал, расширяется, и в него входят не только учащие из школы, но и студенты вузов, и другие творческие личности города. Спасибо большое, Антон. Надеюсь, что это не последний проект Совета молодых литераторов и творческого объединения «Южики-художники». Еще раз напомню, что до конца сентября в Молодежном центре современного искусства на Ленина, 83 экспонируется выставка иллюстраций. Сборник образ слова. Можно эту совершенно бесплатную выставку посетить. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok